Елена из Саранска. У меня две дочки, 12 и 5 лет. Стараюсь минимум один-два раза в месяц братьев в церковь причащать, но вижу, что старшая во время литургии постоянно отвлекается, устает. Младшая тоже устает, просится быстрее домой. Как объяснить детям, что в церкви спать нельзя, нельзя кривляться, отвлекаться, а нужно только молиться? Как бы мы ни объясняли, дети все равно будут отвлекаться и все равно будут изнывать. Потому что для детей труднопереносимое статическое напряжение. Детям нужно постоянно двигаться. Они не могут стоять прямо, как взрослые, особенно пожилые люди или профессионалы, как священники. Стану на службе и стоит. Потому что уже все тело тренировано годами. А для детей это невозможно. Ставить заведомо нерешаемую задачу, это значит обречь на то, что она не будет решена. Поэтому к походу в храм и вообще к таким походам нужно ребенка готовить. И он должен стоять на богослужении ровно столько, сколько он может. А потом, когда он устанет, выходить, посидеть, что-нибудь о нем поговорить, может быть, даже о богослужении. А потом вернуться в какой-то важный момент богослужения. А вот сейчас, мы сейчас немножко посидим, а там будут читать, допустим, Евангелие. Вот пойдем, проберемся, так, чтобы никому не мешать, со всей ответственности, стой тихенько, мы послушаем Евангелие. А как Ектиния сугубо начнется после Евангелия? Помнишь, в прошлый раз говорилось, с каких слов она начинается? РСМС. Правильно. Вот мы уже пойдем на улицу опять с тобой отдохнем. Ну, вот и все. Нужно ставить задачу, которую ребенок может выполнить. А когда он выполнит, как молодец, ты сегодня стоял не просто хорошо, а идеально. Я вижу, что ты взрослеешь. И в полном согласии. А то как объяснить? О, Господи, помилуй нас грешно. Мы все думаем, что это будет автоматически. Вот я вожу, я причаю, а дальше все должно само все произойти. Так не бывает. Все время хочется объяснить, как будто человек просто не понимает. Да. А он не может. Это все равно, что, так сказать, объяснить годовалому ребенку, что мочить пеленки – это нехорошо. Ну, вот давай объясняй. Я посмотрю. В этом году которая искает пеленки. Да. Вот. Jeez.